Меня зовут Светлана. Хочу сделать видео на тему открытого преследования, которому я подвергаюсь уже в течение года. Также он называется гандсталкинг или пси-террор. Гандсталкинг – открытое преследование, то есть когда человеку дают понять, что за ним следят, это и есть гандсталкинг. Значит, каким образом это делают и на данный момент, как я с этим живу? Ну, я пыталась менять место жительства. Последнее место жительства – это Камбоджия после Москвы, Италии, Гран-Канара, Америки, где все началось. То есть в Камбодже, значит, все-таки я поняла, что место жительства влияет на протекание открытого преследования, то бишь гандсталкинга. В Камбодже показалась страна, где наиболее это все протекало мягко. Да, там была дрель, там были уличные театры, но я там себя чувствовала намного лучше. Дальше прошло вот это жуткое состояние овощей, которое у меня было с Америки и которое продолжалось в Москве. Но в Камбодже также имеется такая техника, как вирусология. То есть где-то на третьей неделе у меня появилась какая-то непонятная лиржакия. У них там свои моменты, свои техники. Вот. Что на данный момент происходит и как происходит открытое преследование? Ну, на данный момент, значит, люди, которые заинтересованы моей личностью, и эта заинтересованность у них слишком граничит с больными фантазиями, и вообще просто, я вижу, нездоровая заинтересованность, значит, это преследование. Значит, куда бы я ни уходила, какой бы я стране ни была, значит, я ухожу прогуляться там, еду по делам. Я наблюдаю следующее вот там. И выйдя из своей квартиры в Москве, дойдя до магазина, там 500 где-то или метров, или где-то километра, я обязательно встречу людей, которые будут гулять с собакой, при том, что это навязчивое такое, знаете, гуляние с собакой. То есть 500 метров, и я вижу 4-5 человека с собаками, либо собаками, которые просто бегают, да. Далее, инвалидов, то есть я пройду 500 метров, и я вижу 8 или 9 инвалидов. То есть это коляски, либо какими-то люди с костылями, при этом инвалиды, они постоянно так смотрят на меня, чтобы я обратила на них внимание, то есть это их поведение достаточно странное. Потом люди, которые участвуют непосредственно в общении со мной, да, которые втирают свою дружбу со мной в общение, и не просто втирают с кем мне приходится в силу каких-то обстоятельств жизненных общаться, они, значит, применяют такие вещи, как выстраивание ассоциативного ряда в отношении меня, якобы я животное. То есть, ну вот, примерно такие вот, как в фильме «Газлайтинг» вещи говорят. Ну вот здесь я человек, и вот она тоже человек, но среди нас есть животное, собачка есть. Такая, говорит, хорошая, похожая на человек, но она животное. Ну вот такие вот версии я слышу достаточно часто. Интересно, когда я прохожу по улице, какие-то люди, которых я абсолютно не знаю, проявляют какие-то неопределенные жестикуляции одного типа, которые сложно не заметить, но, допустим, вот такой вот знак. То есть я пройду опять-таки там, пойду погулять 40 минут, 50 минут, либо сяду в общественный транспорт, такси, да, и то есть 5-6 человек обязательно сделают вот такой вот знак, да, или начнется какое-то гавканье в подъезде. Обязательно присутствует кашель, чихание. Кашель – это вообще классика жанра, чихание, люди курят, то есть на курение они делают определенные шоу. Значит, до вот этого года открытого, то есть вот этого открытого слежки, когда мне дали понять, что за мной следят, были звонки непонятного характера, такие, как мне звонили и угрожали просто. Типа мы знаем, кто ты, все, тебе пи. И вообще там были угрожающие звонки. До данного момента, значит, звонки бывают тоже разного характера. Звонят там, ой, якобы, извини, начинают говорить на какие-то глупые темы, спрашивают какие-то вопросы, то рекламные, то там про учебу. И говорят, ой, мы ошиблись с телефоном, что очень странно. Так, потом словесные выпадки от незнакомых мне людей, то есть я иду по улице, там, или опять-то где-то в общественном месте. Вот, допустим, я разговариваю по телефону, знакомую на тему, какой фильм посмотреть. Я говорю, ой, посмотри фильм «Антихрист». Проходит 2-3 часа, я иду где-то там, в Камбодже, допустим, где-то по торговому центру, и люди, проходящие там мимо меня, слово «Антихрист». И так раз 5. То есть вообще незнакомые люди, они начинают говорить. Ну, это я так, на любую тему, или там, допустим, я начинаю чем-то интересоваться, там другое слово. И вот такие вещи, выпадки людей, незнакомых абсолютно в моей жизни. Потом кражи вещей моих, пропали тухли, там, сумки. То, что я рассталась там с бывшим, он не довез мне большое количество вещей. И после расставания с которым начался, как я говорила в предыдущих своих видео, открытое преследование, вот же, гандсталкинг, газлайдинг, кража вещей, взлом квартиры, которое я делала в видео с подтверждением, да, открытая слежка, так называемая, вообще уже из информации, мне говорят, что открытая слежка применяется ГРУ. Обычная открытая слежка, как мне сказали, применяется для людей, для шпионов. Якобы вот они делают такие психологические трюки, типа, сдавайся, мы знаем, что ты шпион. Я не являюсь шпионом, и больше того, когда это все началось, я пошла, сделала заявление в ФСБ, где мне ничего не ответили. Я сделала заявление в прохранительные органы, потому что на меня напали в магазине, я стояла, убирала продукты, на меня начал прыгать какой-то мужчина, которого я вообще, в принципе, не знаю. Неадекватное поведение, которое мне приходится терпеть каждый день, ежедневно, ежесекундно, в течение вот этого вот года. После того, как я осталась в бывшем. Потом, эти люди в открытой слежке и в этом всем шоу применяют такие слова. Якоря. Их любимое слово якоря, кто чуть-чуть разбирается в психологии, поймет, о чем я говорю, слово якорь – весна. То есть, ну вот, весна, береги себя, еще пара там у них слов. Весна, значит, ну вот, как они это применяют? Вот я сегодня захожу в салон красоты, проходит 20 минут, и в течение этих 20 минут 4 разных человека в этом салоне говорят о весне. То есть, захожу там, разговариваю там с косметологом, да, да, и она говорит, о, весна настала, она такая холодная, туда-сюда. Подхожу на ресепшн, все, хорошего девушка, хорошего весны. Прохожу еще минуту, на выходе стоит девушка по телефону, разговаривает с кем-то. Ой, сна такая холодная. Ну вот этот дебилизм мне приходится, значит, терпеть. Друзья, которые я считала, что мои друзья, они, то есть, я там написала, там, поздравила с чем-то, там, с праздником, с Новым годом. Они очень сухо, так отрешены, с Новым годом, береги себя. И вот это вот береги себя, то есть, бывает такое, что в аэропорту береги себя, береги себя, береги себя. Люди, с которыми я общалась, мои знакомые, друзья, которых я так считала, никогда не употребляли эти слова после открытой слышки, после этой дискредитации, которую навели на меня все, они начинают определенные употреблять слова якоря. Значит, собаки, кошки. То есть, в отношении меня говорится, что я собака, я кошка, я животное. Значит, постоянно, куда бы я ни пошла, кашель, за стеной в квартире кашель, в Камбодже кашель, да такое, что я слышу. То есть, даже, то есть, кашель, вот там, общаюсь, познакомилась с девушкой, она начинает кашлять. Ну, и она непосредственно, хоть мы поддерживаем общение, все то, что там надо, мы общаемся, но она явно проявляет такой газлайтинг. Так, и так далее, кашель, чихание, гавканье собак, праздники. Вот этот уличный теракт, театр с праздниками, значит, они любят устраивать театры с детскими какими-то праздниками, либо праздники свадьбы, ну, вот как я в Милане иду, выбегает тут мне невеста и стоит передо мной, мне в глаза смотрит, улыбается, с чего, не того, либо там на Кипр прилетела, и сразу тут автобус вот со свадьбой какой-то, либо вот у них детские праздники, свадьба и дни рождения. Почему вот именно вот этот уличный театр, я расскажу в следующем видеоролике, видео в своем, да, или дни рождения, то есть я вот прилетела сейчас в Гонконг, я уже не знаю, сколько я стран посетила, думаю, может, куда-нибудь прилечу, и все прекратится, не, нифига. Дни рождения, это их излюбленные праздники, вот театры, с которыми они устраивают детские праздники, свадьбы и дни рождения. Значит, ну вот так, потом у них зацикленность на цифре 3. В Америке начиналось все с цифры 2, опять у меня есть предположение, почему. Сейчас у них зацикленность на цифре 3-4. То есть как это проявляется? Ну, в течение дня я слышу раз 30-40, вот человек сидит, который конкретно участвует на консультинге, и он число 3 употребляет, знаете, сколько раз, ну, 10-15. Это настолько кричит ухо, прям вот, если бы, вот, идёт как будто главная цель сказать 3-3-3-3-3-3-3-3-3. Ну, то есть вообще, ты смотришь на людей и полный бред. Значит, вот, жестикуляция с одним глазом, грубое поведение, нападение в магазине, которое я рассказывала. Заявление написала по лицу, мне даже никто не ответил. Потом незнакомые люди, абсолютно, я иду по улице, они мне с распростёртой душой, там, с руками, привет, лезут ко мне обниматься. Я их и знать не знаю. То есть незнакомые люди, их поведение меня очень сильно настораживает. Дрель, пылесос, звуки, стройки, это всё их излюбленное. Потом неоднократное, странное поведение мужского пола. Слишком большой заинтересованность, то есть общение с парнем, сразу там идёт какое-то признание в любви или что-то в этом роде. И бывало, доходило до того момента, что даже звонки по видеочату, и там человек передо мной занимался нанизмом. То есть доходило до вот такого вот бреда. Воздушное шоу с вертолётами. То есть это говорит о том, что в этом участвуют как люди с самым простым достатком, где-то работают на простых работах, и люди, которые имеют нормальные заработки, которые могут себе позволить даже используя вертолёты в качестве, значит, вот такого шоу. Ну, в принципе, целью организованного газлайтинга и гантсталкинга, это является преступной группировкой. И целью заставить жертву замолчать, вести с ума, довести до самоубийства или уничтожить её репутацию, чтобы её считать сумасшедшей. Кто этим занимается, я не знаю. Всего то, что я написала ФСБ, заявление, написала правоохранительные органы, мне не пришло ответа, поэтому у меня есть предположение, что государство в курсе о данном моменте. Либо это какое-то криминальное сообщество, которое уходит в состав государства, правоохранительных органов. Может, какие-то братства, родина какие-то, я не знаю кто. Может, какое-то учреждение, может быть, армия, сего того, что там вот эти вот вертолётные шоу. Может, это какой-то незаконный медицинский эксперимент, который в результате, чтобы человек замолчал, чтобы я замолчала, уничтожить, довести до самоубийства, суицида, либо дискредитировать у всех на глазах. Так, значит, потом момент, когда я звоню по WhatsApp и общаюсь с одним человеком, а там идёт группа, смотрю на экран, а там в разговоре как будто участвует ещё три человека. А я звонила, мне звонил один человек, я с ним разговаривала. А у меня встречается, что у меня идёт групповой разговор с кем-то. Начинаю звонить этим людям, он говорит, о, вы мне звонили. То есть, я говорю, я вам не звонила, я вас знать не знаю. Потом идёт, значит, цветовое шоу. Как, что такое цветовое шоу? То есть, когда люди одеваются в определённые окраски, ну вот, допустим, я иду в Майами гуляю, либо ещё где-то я гуляла, да, вижу парень идёт, вот это вот пешее преследанное, он идёт в красной футболке. Проходит 40 минут, я покушала, выхожу, смотрю, он уже в зелёной футболке. Либо у них, как идёт, машины вправо едут только красные, а навстречу едут только зелёные. Вот доходит до такого вот маразма. Транспортное шоу, то есть, там тоже транспорты, то есть, либо вправо, либо влево, либо машина с одной фарой. То есть, ну, это всё ерунда. Больше всего, как бы, меня настораживает то, что... Значит, они выстраивают ассоциативный ряд, конкретно говорят, то есть, в разговоре употребляют, мы вот здесь люди, а есть среди нас собака, собачка. Собачка, говорит, себя очень плохо ведёт, и мы её ампутируем ногу, потому что она плохая собачка. То есть, уже конкретно мне говорят, что меня сделают инвалидом. Это люди, с которыми я общалась, я считала, с своими друзьями. Дальше, люди, которые участвуют в уличном театре, постоянно там инвалиды. В последнее время мне начали говорить, то есть, это началось в Камбодже, мне начали говорить про героин. То есть, если раньше были праздники, свадьбы и так далее, и так далее, слово героин вообще не употреблялось, как слово якорь. То сейчас, в последнее время, в Камбодже началось употреблять слово героин. Героин и ампутация ноги. То есть, инвалидность, ампутация ноги. То есть, вот эти вот безобидные их смешки перешли вот уже до такого, до такой степени жестокости. Про весь причиненный вред и насколько это мне причиняет ущерб моральный, физический и психологический, я не могу даже описать. Клеветам, про изоляцию, то есть всего того, что постоянное преследование идет, я изолируюсь дома, потому что я куда бы ни пошла, постоянно идет шоу какое-то, которое мне вообще неприятно смотреть. Целенаправленные разговоры между посторонними лицами с целью запугать или употреблять такие слова, чтобы я поняла, что этот разговор идет, речь именно конкретно обо мне. Ну, рисовать бы и всего-то все это, конечно, весело, но то, что они, конкретно мне уже говорят, ампутируем в ногу и начали употреблять тему героина, для меня это, конечно, очень жестко. Ну, и что могу сказать, конец, все-таки от места, где проходит сам пси-террор, открыто, слишком зависит от страны, от менталитета. В Америке до дебилизма, до тупизма, артистизма, если показывать, в Москве берут каких-то людей с внешностью какой-то непонятной, да, то есть конкретные какие-то бандитские нападки, когда ты идешь в полицию, тебе никто не отвечает. Караул, караул. То есть уже в полицию писала, что только не делала. Знаете, напоминает такие уже моменты, я читала, в Японии были пытки, не помню в каком году, и тот, кто пытался, заставлял сотрудников, пыточные этой лагеря, людей, которые жертвы там были, да, под пытками считать бревном. Они били этих людей и заставляли сотрудников пыточной их считать бревном. Если эти не считали его бревном, то есть его спрашивали, кто он, он говорит, человек, и они наказывали этого сотрудника. Так и здесь. То есть людей заставляют считать, что это животное, это собака, она заслужила. Если эти люди, которые работают, не выполняют, я считаю, что их наказывают. Ну, то есть существует система криминально-преступная, которая просто абсолютно решена человеческого и вообще морали. Ну, на этом все, наверное.